Около тысячи человек в Сочи собрались на первом в году всероссийском слете активистов движения «Ходи Россия». Оно объединяет любителей северной ходьбы с палками и тех, кто только решил примкнуть к рядам поклонников ЗОЖ. На большой спортивный праздник, который организовали прямо на трассе Сочи автодрома, приехали активисты со всей страны. У нас во Владивостоке уже шесть лет врачи нашего центра проводят прогулку с врачом по набережной Цесаревича во Владивостоке с использованием скандинавской ходьбы. Но учиться никогда не поздно, поэтому приехали посмотреть, как делают они. Может быть, мы что-то еще для себя возьмем для наших жителей. Инициатор проекта «Ходи Россия» – прославленная российская фигуристка Ирина Слуцкая. Она создатель школы скандинавской ходьбы для людей с диабетом. Проект для определенного круга людей теперь перерос в движение для каждого. Это тот вид физической активности, который имеет, в первую очередь, доступность и фактически не имеет противопоказаний. Нам президент поставил очень амбициозную задачу. Это 80+. И именно скандинавская ходьба – это то, что мы можем предлагать и предлагаем людям старшего поколения. Цель слета в Сочи – не просто объединить любителей ходьбы, но и показать новичкам технику. Для этого на слет специально приехали инструкторы по этому виду активности из Италии, Испании, Австралии, Казахстана и Украины. Главный гость – Марко Кантанева из Финляндии. Именно он придумал ходьбу с палками 22 года назад. Как признался Марко, фестиваль в Сочи превзошел все его ожидания. Я удивлен. Я занимаюсь скандинавской ходьбой 22 года. И с 1982 года я слежу за гонками Формулы-1. И я впервые на автодроме. Фестиваль и место его проведения превзошли все мои ожидания. В рядах участников слета сегодня было и много сочинцев на улицах города. Сегодня все чаще можно увидеть людей с палками для ходьбы. Увлекается ее и заместитель главы города Марина Бролюк. Если говорить о том, сколько народу занимается, то судя по социальным сетям и по тем группам, с которыми я встречаюсь, потому что я тоже занимаюсь скандинавской ходьбой, их достаточно много, но мы все разрозненные. Надеюсь, что сейчас мы договоримся и одним из результатов этой нашей сегодняшней акции как раз будет образование части федерации скандинавской ходьбы в России, вот именно в городе Сочи. В этом году география проекта «Хади Россия» значительно расширится. Он охватит более десятка городов страны. Завершится серия мероприятий в сентябре фестивалем в Санкт-Петербурге. Инга Габешия, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.